здравствуйте дорогие друзья я очень рада приветствовать вас у себя на канале youtube я доктор елена березовская шарик гинеколог автор нескольких беседе на тему женского здоровья у меня также есть официальная страница инстаграме есть личная страница на фейсбук есть большой огромный веб-сайт доктор березовская . но сегодня видео будет посвящено далеко не моим работам и трудам на тему женского здоровья в целом моим хобби которыми я занимаюсь уже не первый год и кстати у меня есть несколько хобби одно из моих хобби это как раз рисование и поэтому многие видео которые вы будете видеть именно в этой рубрике будут посвящены рисованию но я немножко расскажу предыстории почему вдруг я решила ввести совершенно новую рубрику и не говорить о здоровье а говорить о чем-то другом хотя если вы помните искусство это здоровье и здоровье и вообще медицина это искусство это же искусство это медицина потому что может лечить и поэтому как бы тут мы не крутили ни туда ни сюда все равно занятия любимыми увлечениями хобби помогает людям быть здоровыми помогает быть счастливыми и это тоже очень важно но теперь небольшая предыстория если кто следит за мной за мной за моими постами вот уже не первый год то конечно вы видели мои картины я самочка я единственное ну как я не могу сказать что я не училась я ходила кружки я ходила ну вот таки в рисовании но это было скажем на уровне элементарной школы и средних классов в дальнейшем когда я уже приехал в канаду я обрала несколько курсов чисто таких ну скажем не объемных курсов по рисованию и очень много училась на различных конференциях по как раз рискнул по искусству читала много книг поэтому можно сказать что свое образование я получала постепенно однако длительный период времени я у меня бывают такие периоды время когда они рисуют с детства рисовала потом длительный период не рисовала потом когда появились свои дети начал рисовать потом опять перестала рисовать потом когда мои дети начали заниматься в школе опять и так далее то есть такие вот периоды и фактически мои дети меня как бы вдохновляют на то чтобы я пробовала что-то делать развивать себя и то же время теперь мой внук который любит рисовать вдруг меня вдохновил на то чтобы я снова вернулась своим кисточкам полотна у меня было несколько выставок первая была в испании потом была в канаде несколько выставок и было в США и я была входила в общество некоторых художественных общества канады и несколько организаций и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот как раз, когда мой внук начал интересоваться рисованием, я решила с ним попробовать несколько новых техник, в том числе жидкостной акрил, жидкостное рисование. И первые эксперименты вот просто Лалгард получились очень интересными. Фактически моему внуку очень понравилось. You're so beautiful and kind to me. You're so sweet and beautiful. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот сейчас я решила, что мне хочется больше знать об этом методе. Хотя очень много знаю, теоретически я знаю очень много. Я читала и смотрела даже на ютюбе. Я как бы интересовалась этой темой раньше. Но не доходило дело на практике. И вот наконец дело дошло. Следующий этап, который я бы хотела, ну как бы, следующий этап в моей жизни. Я бы тоже хотела посвятить изучению других растворителей, не только для жидкостного рисования, но также вообще свойства. Два акрелика в комбинации с различными добавками, растворителями. Тоже очень интересная тема. И я бы хотела тоже больше изучать в этом направлении. Поскольку мне времени очень-очень мало, и два хватает на основную работу. Но все равно я стараюсь как-то вырвать такие кусочки времени для удовольствия, чтобы вернуться к своей мечте, вернуться к тому, что мне приносило много радости, удовольствия. Возможно опять будут мои выставки. Поэтому, значит, я вам предлагаю посмотреть серию видео на тему жидкостного рисования. И если я буду осваивать другие методики, техники рисования, то, конечно, я буду этим с вами делиться. А какие еще другие мои хобби? Я люблю полудрагоценные камни. И у меня есть, я делаю украшения. Правда, сейчас у меня нет времени, но я, конечно, пробовала делать украшения для своих знакомых и подруг. Но на себя всегда не хватает времени. Я люблю вязание, конечно. И вот с рождения мнуков я возвращалась к этому вязанию. Мои дети ходили все обвязанные. То есть в этих красивых свитерах, носочках, шапочках. А потом, когда родился внук, я начала вязать. Но опять же не хватало времени. Многое приходится откладывать. И сейчас вот родилась у меня внучка. Надеюсь, что я опять как бы вытяну свои спицы. И хоть по чуть-чуть в день я буду вязать. Ну, я люблю очень путешествовать. У меня есть блог в фейсбуке. Блог, который так и называется «Досуг и отдых с докторами Лены Березовской». Где я рассказываю о том, куда я езжу, где отдыхаю, куда можно поехать. И вообще рассказываю плюсы и минусы вот этих поездок. Может кому-то пригодится. Это хорошая информация. И у меня много есть фотоальбомов. Есть много публикаций на тему поездок в разные места. Сейчас я хочу это все объединить в одном месте. Так что расширяю, собственно говоря, страницу этого отдыха и досуга. И у меня есть в Инстаграме сейчас страница «Кристина Кукбук», где я делюсь со своими рецептами приготовления пищи. Очень много рецептов. Опять же, этих рецептов есть сотни, даже может тысячи. Многие я перепробовала, некоторые даже забыла. Но тем не менее, я как бы стараюсь сейчас вспомнить и собрать хотя бы по крупицам секреты нашего домашнего семейного куховарства. И наши, так сказать, наши семейные рецепты. Ну и плюс другие рецепты, с которыми делятся, например, мои близкие друзья. Вот это, пожалуй, в целом все. Ну да, конечно же, я люблю писать прозу, стихи. Это уже другое. Есть еще несколько других увлечений. Но, пожалуй, на этом я закончу знакомство вас с собой. Все, кто интересуется женским здоровьем, предлагаю перейти в плейлисты, то есть в группы видео, каналы видео, посвященные этим темам. Но я также хочу показать вам, как вы можете заниматься даже со своими детьми. Вы можете пробовать сами, потому что у меня есть масса-масса примеров, когда вот я стала вдохновительным для очень многих людей, которые почувствовали себя определенным даром к творчеству, к созиданию, к создательству. И поэтому я всегда поощряю людей пробовать себя, пробовать рисовать, пробовать рисовать, вязать, что-то делать. Я всегда поддерживаю вот эту креативность. И мне очень приятно, когда мне люди пишут, что благодаря вот как раз моему вдохновению, моему поощрению у этих людей есть определенный прогресс в развитии. И некоторые хобби стали даже реальным, профессиональным делом. То есть они на этом зарабатывают, они продают свои работы, что вообще в суд. Поэтому, возможно, кому-то пригодятся мои советы. Приятного вам отдыха и просмотра видео. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!